Дело в том, что таланты по Руси, они разбросаны не только в городах живут, не только все в Москве, но есть и деревенские кулибины, которые там делают прекрасные вещи. И очень важно, чтобы интернет был везде, потому что будущее сообщества вообще, будущее устройство государственного организма, оно будет основано на интернете. Там будут и прямые выборы, и прямые голосования, и рейтинги, и жизнь будет проходить в интернете вся. И ни в коем случае нельзя по территориальному признаку людей исключать из этого общения. Они должны быть все в одной соборной социальной сети России, в государственном таком организме, который объединит всех. И по интересам создадутся группы, где каждый найдет свое место, чтобы были социальные лифты. Ведь сейчас то ветхое государство, в котором мы находимся, оно не справляется со своими обязанностями совершенно. Почему? Потому что люди коммуницируют быстрее в социальных сетях. Есть отдельные социальные сети и люди, есть государство, которое хочет, как муху назойливу, отогнать от себя человека, либо прихлопнуть его, если он сильно начинает ее досаждать. Человек — это и есть капитал, поэтому интернет должен быть протянут там до каждого. Другое дело, сейчас есть технические возможности интернет транслировать со спутников, с дирижаблей. Много есть решений, которые покроют всю планету постоянным интернетом. И я знаю, что у американцев есть такая программа, «Юниверс» называется, которая не только покроет весь мир, всю планету интернетом, но даст еще и бесплатный Wi-Fi каждому человеку. То есть и получается, что границ не будет. Как смогут люди перейти какой-то юридический рубеж, если все вместе, интернет, огромное сообщество. Другое дело, что надо делать это все в России. Первым надо начинать, первыми надо начинать вот этот проект глобальный. Это по силам. Поэтому до каждого должен быть дойти, даже до старой бабушки интернет должен дойти, чтобы она через скайп могла общаться со своими внуками, следить за жизнью. И это есть некая большая несправедливость, то, что исключили людей из постоянного общения, принятия каких-то решений на обочину жизни. Ну и что, что живут в деревне, так что они не люди теперь, что ли.